всем привет сегодня я решила записать видео на тему как работать с метафорическими картами создав колоду метафорических карт я попыталась передать очень много эмоций я их рисовал на протяжении нескольких месяцев и каждый раз когда садилась за рисование этих карт я пыталась испытать различные я задавала себе различные вопросы поднимала какие-то темы которые у меня были в голове и я пыталась передать те эмоции наверное которые я меня посещали во время вот осмысление вот этого вопроса и потенциальных ответов наверное на него конечно же вопросы не были из разряда там не знаю поесть рыбу или мясо там не знаю купить красную или зеленую сумку да то есть это непростые вопросы то вопросы были такие более наверное касающиеся кто мы зачем мы для чего делается что-то а для чего не делается почему в мире происходит что-то вот такое они такое да почему люди там испытывают например в какой-то промежуток времени одни эмоции они другие и так далее тому подобное да что испытывает человек который там допустим до попал в такую ситуацию в другую и так далее именно поэтому карты получились настолько разными да и по цветовой гамме вы можете это заметить да например вот пожалуйста два разных пейзажа один совершенно светлый легкий и при этом какой-то до снежок вроде как бы не по сезону да и при этом совершенно темные какой-то загадочные да где-то там потекла лава как будто бы до из вулкана то есть что-то такое вот темное непонятно да то есть и так далее именно поэтому даже определенные допустим где-то похожие сюжеты например да вот у меня здесь есть разные но парочку цветов да и они все очень разные да посмотрите например вот казалось бы две одинаковые розы но у них совершенно разные эмоции совершенно разные метафорические символы да то есть и ощущение от этих карт совершенно разные соответственно вот например эта карта она вообще просто я как бы вела руку просто не не осознавая что я рисую да это в дальнейшем уже я стала замечать глаз где-то там какой-то трубу там не знаю что то такое ли не знаю тело какой-нибудь какого-нибудь дождевого червя да потом обвела и появилась вот да там что-то похоже на до слова ну и так далее и тому подобное то есть она именно я постаралась сделать так чтобы она рождалась откуда-то из подсознания и возможно помогло в дальнейшем мне и соответственно вам ответить на какие-то внутренние вопросы порой тягостные да и как бы вот вот например вот это да интересная такая карта о том как мы наверное ну как я это интерпретирую конечно интерпретация у всех совершенно разные это очень чудесно и прекрасно но как я это интерпретирую да это как вот некая лицемерие которой мы естественно порой к нему прибегаем да не осознавая об этом да то есть показываем надеваем как бы маску которая на самом деле нам не принадлежит данный момент например там не знаю какую-нибудь улыбку да то есть в то время как нам грустно и так далее и тому подобное да и вот когда я нарисовал уже эти карты они теперь готовы к использованию я их использую следующим образом то есть я например задаю себе вопрос вот очень часто бывает у меня такие вопросы когда просто я сижу все вроде более не менее спокойно но что-то вот меня беспокоит что-то вот тревожит внутри да какое-то ощущение странно и в эти моменты я достаю вот карты свои до перемешиваю то есть как я это я показываю именно мой вот способ как я их использую чаще всего потому что можно использовать совершенно разными способами есть куча книжек видео курсов youtube каналы которые где рассказывается как можно их использовать но как я вот использую таким образом и вот задаю себе внутренний вопрос да что конкретно меня беспокоит вот почему сейчас вот я испытывал вот это вот ощущение да допустим там тревоги или чего-то и достаю допустим это можно делать вот например у меня подружка она делает это с перевернутыми картами да то есть не рубашка она раскладывает а вот лицом но я раскладываю чаще всего рубашкой и попытаюсь почувствовать вот это внутренняя внутреннюю потребность вытянуть ту или иную карту например вот мне очень захотелось вытянуть эту карту и я вот хочу на нее посмотреть эта карта которая меня например когда ее рисовала я помню тот момент то есть она меня приводила в ступор потому что я уже была в принципе высосано да то есть это уже там чуть ли не последние карты были и действительно ну воображение но в какой-то момент останавливаться ты начинаешь прокрастинировать это наверное вот об этом вот и сейчас я вижу эту же карту соответственно с высоты до пройденного этапа и уже могу ее интерпретировать немножко по-другому вот например смотрите здесь я вижу хотя приближу чтобы вам было более видно эту карту да то есть более близко вот вот смотрите если посмотреть например вот на этой карте есть линии казалось бы смотришь но вроде линии все они плюс-минус одинаковой формы да но сейчас я вижу что если не сот с точечками да если линии с полосочками есть поперечными да то есть это совершенно противоположные психотипы можно сказать да то есть фигу каждая фигура да это определенная эмоция определенный психотип да и лично мне это напоминает людей да то есть неких таких вот малей маленьких мы все как бы это как если посмотреть наверное совсем абстрагирована как я это вижу нам и маленькие червячки которые ползом занимаемся каждый своим делом кто-то ползет в одном направлении там не знаю кто-то допустим занимается там йогой да вот они все вместе идут заниматься йогой кто-то там в этот момент там не знаю вот видите даже есть некоторые вот парочки на то есть вот вот они стоят там не знаю беседуют там не знаю на какие-то темы политики к примеру да там и там дети слушают как они вот беседу да вот и как бы вот и вот эти вот поперечные то есть полностью отличающиеся от вот эти вот 2 да то есть вот эти вот смотрите 2 2 потока да то здесь как бы 3 вот я вижу потока два потока они можно сказать противоположные друг другу да то есть одни можно сказать перпендикулярно другим что говорит о их полной пол полная но очень большой разницы между ними вот как я лично до возможно меня беспокоит в этот момент именно вот это вот разрозненность между людьми вот именно в этот момент у меня этот внутренний вот вопрос именно он касается именно вот это разрозненность почему так происходит возможно еще напоминает самолет кстати очень напоминает в какой-то момент я стала понимать что вот эти вот движения, вот эти вот линии они напоминают иллюминаторы в самолёте, да, это какое-то вот движение, да, опять-таки люди разные хорошо, вот меня беспокоит этот вопрос наверное вопрос конфликта, да, между людьми и возможно вот этот конфликт какой-то да, там свеженький где-то беспокоит ну и хорошо, я задаю себе следующий вопрос, хорошо, меня беспокоит вот эта разрозненность совершенно как бы в разные стороны люди смотрят, да, вместо того, чтобы сфокусироваться и вот как я могла бы перестать беспокоиться на этот счёт, что мне могло бы помочь выйти из вот этого состояния беспокойства да, и вот я вытягиваю карту вот, например, смотрите здесь, да, вот это что это, забор забор, штутка забор забор это ограждение, да, себя от чего-то, да, то есть и как бы наверное мне стоит поставить защиту какую-то, да то есть внутреннюю такую психологическую защиту вот, возможно вот здесь ещё, смотрите, интересно да, помимо рисунка здесь ещё видно, что здесь гвоздики вбиты, да, в забор, да, это как бы такие, как майлстоуны для меня лично, да, то есть ты гвоздик вбиваешь, он что-то держит, да, за что-то отвечает вот это такие вот пройденные этапы, да, вот есть вбиты гвоздики а есть вот гвоздик торчит возможно стоит поправить вещи, которые, да, там, допустим, у меня отложены вот надо сделать вот надо поправить и как бы выровнять, да, его и поставить, соответственно, защиту то есть поправить как бы защиту возможно у меня как бы сейчас в данный момент внутренний вот этот вот внутренний диссонанс который, да, говорит о том, что мне пора восстановить защиту то есть, там, не знаю, заняться, да, там, вот я рассматривала ту карту у меня первым делом, да, пришли как бы йоги ну, то есть, возможно, мне стоит заняться йогой например, медитацией, поправить защиту вот, собственно вот, и что в конце концов после того, как я это всё сделаю, да, этот вопрос буду решать, всё вот, допустим, в конечном итоге к чему я приду то есть, я вот обычно задаю себе 3 вопроса да, к чему я приду вот очень, прям, вот эту карту вот, посмотрите посмотрите, да, то есть, я вот сейчас отодвину чтобы было прям лучше её видно вот, к чему я приду ну, то есть, общий план прям видно то есть приду к спокойствию, да то есть, вот, лицезрение для меня эта карта, это хорошая карта да, несмотря на то, что здесь такая такая, как бы, ну, то есть взгляд с ночи, можно подумать что, ой, здесь такая пустошь, да то есть, всего лишь кактусы да какие-то облезло деревья но, возможно, это как раз просто, как бы надо сфокусироваться на центре центр это море это течение это, как бы, какой-то какой-то баланс внутри, да гармония, потому что для меня это море это гармония вот, собственно, пара, да то есть, пара птиц прекрасно, то есть, они гармонично друг с другом явно летят в одном направлении опять-таки, да, про направление вот, как бы, в разном направлении здесь, как бы, в одном направлении солнышко такое закатное, да то есть, все красиво, замечательно и уже спокойно, вот, собственно вот так вот я работаю со своими картами как вы работаете с картами метафорическими и расскажите, пожалуйста это очень интересно кого заинтересовала конкретно моя колода обязательно пишите мне в телеграм, в инстаграм, на ютуб я отвечу и все подробнее расскажу как их приобрести всем спасибо, творческих успехов пока-пока